Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Для того, чтобы человек в корне изменил свою жизнь, достаточно лишь щепотки уверенности и толчка со стороны окружающих. Именно друзья, знакомые и родственники способны оказать ту необходимую поддержку, которая так нужна в начальных стадиях перевоплощения человека в лучшую версию самого себя. Друзьями и знакомыми для Клейтона Уорда из штата Теннесси были школьники. После окончания школы он некоторое время учился в колледже, но потом он решил забросить учебу и переехать. Парень устроился на работу водителем школьного автобуса и, честно говоря, ему нравилось его положение и возможность общаться с детьми. Сам же Клейтон отмечает, что особенно ему интересно общаться со старшеклассниками. Во время поездок в школу и с нее он обсуждал с детьми их занятия. Клейтон очень любил историю и делился с учащимися своими знаниями, которые он получил в свое время в школе. Дошло даже до того, что подростки проявили желание сделать водителя школьного автобуса их учителем. Им очень понравилось вести импровизированные уроки в форме диалога. Вся суть в том, что Клейтон не просто сухо рассказывал материал, он делал так, чтобы самим ученикам было интересно разузнать о тех или иных событиях истории. Он отличался от обычных учителей тем, что специально пытался подогреть интерес школьников к теме. Наверное, именно такого подхода не хватает в системе образования многих стран мира. Ученику должно быть интересно слушать материал, он должен быть заинтересованным и втянутым в предмет полностью для лучшего понимания. Слова и комплименты подростков запали в душу молодого человека. Он внезапно для самого себя вспомнил о том, что хотел стать учителем. Это и был тот самый момент осознания для Клейтона. Его жизнь могла бы оказаться совсем другой, если бы он не забросил учебу. Он сейчас мог бы заниматься тем, что нравится ему больше всего, а именно общаться с детьми. Тогда Клейтон принял волевое решение изменить свою жизнь. Слова школьников выступили тем самым толчком для мужчины. Он снова поступил в колледж, чтобы стать преподавателем истории в школе. При этом он также успевал работать все тем же водителем школьного автобуса. Клейтон вспоминает, что совмещать эти два дела было очень нелегко. Тем не менее, он пытался, и у него даже получалось. Мужчина ездил по своему маршруту утром и днем, брал уроки между сменами, занимался онлайн в ночное время. Прежде всего он думал об учебниках, это помогало ему получать и концентрировать энергию в одном направлении. Было потрачено очень много сил, некоторые люди уже могли бы сдаться. Но только не Клейтон, он не хотел второй раз упускать свою мечту, терять то, что для него оказалось очень важным и нужным. Клейтон получал от руководства колледжа, где он учился хвалебные листы, грамоты и даже несколько премий. Лучше всего ему давались предметы социальных и гуманитарных направлений, на которых, к слову, его баллы были очень высокими. Когда наступила пандемия, у школьного водителя освободилось много времени для того, чтобы закончить обучение в дистанционном режиме. Он за год закончил всю учебную программу и получил диплом гуманитария. Первый шаг для молодого водителя автобуса уже был сделан. Уже этой осенью мужчина продолжит свое обучение преподавательскому делу. Его следующая цель – факультет истории университета Фремингема. Можно с уверенностью сказать, что благодаря поддержке детей, которых он просто возил на уроки, собственной силе воли и упорству он продолжает осуществлять свою мечту. Клейтон часто припоминает фразу, которую он услышал от своего бывшего учителя средней и старшей группы много лет назад. «Дисциплина – это не то, что вы делаете при всех. Дисциплина – это то, что вы должны делать, когда никто вас не видит». Именно такая дисциплина помогла Клейтону добиться нужного результата. Он отмечает, что никогда в жизни не забудет учеников из его автобуса. Они помогли ему и, возможно, когда-то и Клейтон сможет помочь им. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.